Здорово, путешественники! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. И сегодня небольшое видео не про узкоколейки или путешествия. Сегодня, я очень надеюсь, заканчивается черная полоса в жизни человека, который многим из нас стал уже родным. Сегодня, 30 сентября 2024 года, из заключения освобождается Андрей Пыш, более известный как МШ. Если кто не в курсе, Андрей, больше известный под псевдонимом МШ, автор канала Урбан Туризм, на момент съемки имеющий почти 800 тысяч подписчиков. Начинал МШ сталками по объектам Питера и области, а также рассказами о метро, в котором раньше работал. Но настоящую известность ему принес цикл роликов про нелегальное посещение Чернобыльской зоны отчуждения. Там, вместе с уникальными кадрами и живой атмосферой похода, МШ технически очень грамотно рассказывает о строительстве Чернобыльской АЭС, ее устройстве и современном состоянии. Дальше только интереснее. Сталки по подземкам, рудникам, заводам, руфинг и, конечно же, постройка ширококолейной аэродрезины. С количеством подписчиков росло и качество роликов. Некоторые, кроме как фильм, и не назовешь. Чего стоит, например, документалка про побег из ГДР ФРГ по тоннелям метро или поездка на велодрезине по Кругобайкальской железной дороге. Но все внезапно закончилось в августе 2020 года. МШ был задержан по подозрению в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Потом суд и приговор. Но даже здесь есть светлый лучик. Подписчики Андрея поддерживали его как могли. Передачи, мешки писем, на которые Андрей просто не успевал отвечать. Ну и сам МШ тоже не тратил время даром. Много читал, много изучал, выучил английский язык. Конечно, лучше бы всей этой истории не было. Никакая поддержка не перекроет тяжесть неволи, тяжесть разлуки с мамой и любимой девушкой. Но сегодня Андрей освобождается, выходит к родным и всем нам. Здесь я хочу сделать небольшую ремарку. Кому-то может показаться черным пиаром и неэтичным приезжать в такой момент жизни человека. Но справедливости ради, я его не знаю лично. Я не представляю, какой он, когда выключена камера, но он подарил и мне, и всем вам часы увлекательнейших видео с интереснейшими рассказами и уникальными кадрами. Поэтому я очень хочу запечатлеть и поделиться со всеми вами этим радостным моментом его возвращения. Тем более он сам всех нас пригласил. Изначально встреча должна была проходить прямо у колонии. Однако, видимо, тоже почитали законы, что такие объекты, пенетрационные системы снимать нельзя, даже проходную. Поэтому встречу перенесли в парк в металлострое, находящийся неподалеку. Уже скоро должно состояться освобождение Андрея. Вся парковка забита. Номера самых разных регионов. И 47-й, 61-й там московский с прицепом стоит. Даже Беларусь. И такая сходочка уже организовалась. Все Андрюху любят, все его ждут. А вот и он. Прямо как по часам. Кто-то меня слушает, давно не слушал, да? Он немного не понимает. Он троил. Я не мог просто собраться с мыслями, чтобы нормально что-то сказать. Так как настолько очевидно, что не стоит вопроса. Но мне, тем не менее, задавали. Это что? Или там, куда вы идете? Я прямо там. Да или еще что-то. Допустим, останавливая там... Ну, то есть обыски, это все, знаешь, там у них там все то и дело. По карманам Бошарица. Друзья, вообще-нибудь найдут для себя интересные. Вот я запускаю друг. Это что? Это не у меня. Это вот и чего было рядом. Значит, это... Это что? Это барышка. Понятно, зачем? Ну, как бы зима. А, во втором году. А это... А это вторая барышка. У меня две родни. А, понятно. Ну, иди. Цирк там, тот еще. Я в одном накидаю себе примерно тезисно, как бы, про что я, в принципе, расскажу. Потому что сейчас какие-то байки рассказывать, надо много предысторий говорить. Поэтому, в общем, я на какие-то вопросы конкретно ответить, если у кого-то есть эти самые вопросы. Поэтому, блин, если, как бы, какие-то, ну, конкретика интересно, спрашивайте, блин. Конечно, тема специфичная, но я думаю, во многом она будет интересна, к тому же сейчас, в условиях того, что, ну, как бы, творится, скажем так. Ну, мы, как бы, идем все вместе, когда летим просто к светлому будущему. И вот я чувствую, что она вот-вот наступит. Недра, сегодня плюс восемь, как-никак, вот, хорошо. Я чувствую, спасибо кому-то за это. Вот. Ну, как бы, эта тема становится очень актуальной. Вот. И надо, как бы, приятно понимать, что-то как. У меня была, в принципе, идея сделать пару видосов, как бы, типа, что делать, что сделать, если вас арестовали, ну, чтобы просто адвокаты передавали. Что делать, если ваши близких арестовали? Потому что, когда меня, собственно, как бы, взяли, вообще никто же не понимал. Потому что для всех СИЗО, ШИЗО, тюрьма, кого-нибудь, отдохни какая-то, блин, решетки, там ходят пятнистые, и, собственно, сидят там народ. Без грева, как бы, выжить вообще можно в там, нет? Ну, что такое грев? Значит, дачки там. Нет, ну, как бы, есть, значит, по-разному. Значит, есть люди, которые греются, есть, которые не греются. То есть, понятно, есть у кого-то возможность, кто-то, кому-то передачи возит, есть бедолаги, так называемые, у которых, вот, он пробухал там пол своей жизни, у него вообще никого нет, все его крыша померли, и вот он заезжает в колонию, то есть, такое... Андрюш, моешь? Вон, по дорогу. Да, у меня зрение, я себя посадил, у меня минус два с половиной, я вообще уже не понимаю, кто чего. Кенжи, кенжи. А, да. Один из тех, кто давал показания на меня. гриф значит гриф есть тех кто за этого не которое соответственно не греется есть от это те кто греется значит получат передач это отдельная история есть еще соответственно тех кто живут на жил зоне есть соответственно работа на промзоне нам с тобой давай потом приговорим хорошо привозит вот так называемый грех то есть это отдельно как правит идет сигаретами воду который ты если на докупаешь если надо продаешь вот вот одна такая история crisis needs регионом разные вот как то так это все условно а пригодные семьи три примерно как никак не совпадает бригады то есть даже по отрядам это все никак не совпадают а потом отдельно расскажу какие устроена то есть ну бывает совпадает а если работаешь на одной бригаде ты возят с одного отряда и ты плывешь вода 7 ну как бы сам семейка там 234 человека да вот это есть такое но как бы не всегда это не обязательно условия я вот вашего одного повода у меня было как бы у меня был один семейник то есть как бы очень вменяемо адекватно один из самых таких принципе адеквата которые встречал вот он ушел по удо оставил целых две недели ну вот мы еще прикололи что блин удо это реальный шанс оказаться дома там плакат такой висит с четвертого раза в него прошла вот и я после этого просто в одного пулю всех просто отсекал вот кто пытался примазаться ко мне потому что на халявщиков неимоверное количество поскольку тебя как бы грели пил ловом поясный как ты выжил да 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 не ну просто никого не греет тот на положение едет так называемую то есть она на положенной еде все вот и обед вот это все андрея будешь поднимать перерыве расскажи как спал эту ночь и спал ли вообще крепко слушай ну как сказать вот эта штука режим да то есть сон это тоже режимные динамит его разорвие мероприятия поэтому я вчера 2150 у нас отбой для такой значительной думы были ну ладно пойду что штаны нацепил ску с голым торсом почесал такой дамы найти туда-сюда поднимаясь идя по служа звонит а что это у вас там осужденный входит на внимание сидит ночной внимания такой ну нему как бы все равно он освобождается а вот это на 46 камер на сам режимный отряд такой был 46 камер на двухэтажное здание вот там прям или пепетом валили как вот я вышел у такой немножко почитал и так и думала надо спать и выгулся мне там кот пришел все хорошо жилье он же проснулся я до отбоя где-то в это подъема сколько там было короче минут за 10 до подъема я проснулся так и понял что в общем уже не хочу спать естественных я нужно засну ну вот поэтому пошел как бы почистил зубы блин немножко почитал и давай уже там до собираться ну то есть так спал в целом крепко не просыпаюсь потому что сон не всегда был здоровый и даже несмотря на то что меня хотели там свое время изрядно попросите все равно цепался ли форта лапо стопил это писал письмо воду потом буду почитать роман понесло блин он также на 8 квадратных метров покрутился круто бананчики приятно не скажу что это такая дикая редкость там они передачи заходят но тем не менее вот к вас вообще ни в коем случае нельзя молочка йогурт вот это вообще если нельзя под запретом ну вот только зеленка если тянет там есть особые ребята приближение молочками спасибо были так это надо только очень аккуратно потому что за несколько лет воздержания от этого продолжать не будем него все смотрят кого смотрят блин такой жанр то я сразу пахну свое так хорошо сейчас выгоди секунду как тебя зовут владимир владимир бахнет свое до пашка рэн тв короче вчера я решил испечь хлеба совершенно андрелы или карту половин спасибо тебе большое я только уже час не буду приступать уже конечной на обслуживаться если я просто дарь когда дарит подарки да надо так раскрыть посмотри все такое но если я сейчас начну да так ладно кому поехать вот задумал были я когда сейчас зайду в воду я и так ошале я уже забыл послушать что такое проточная вода у нас хорошая кота значит животные металлостроя колония они представлены они представлены следующими персонажами это коты которые ходят патрулируют и собак нету вообще собаки не только по периметру ну то есть на запретке наш людям и штрафной изолятор приводят для того чтобы они потом катюша то бишь голубы и естественно бесконечное количество крыс и всякой вот этой вот пушистой вот этой маленькой серой хамуде хорошие коты ловят крыс приносят их к бараку ты такой молодец какой пойдем тебя покормлю и все вот у вас такой симбиоз очень хорошие коты ловят еще и птиц катиши ловить относительно нетрудно кот которого я прикармливал он собственно делал как он выходит на газон находит на газон и такой типа и застыл ну типа я статуеточка не шевелится рядом катиши кормушка какая-то катиши они таки начали все свое это баку и так и сидят потом забывают просто понял он сидит я статуеточка спускается вниз начинает клевать что и дальше он его начинает гонять туда-сюда вот и играться с ним и потом свежее мясо птицы у котика на обед иногда на ужин немножко то есть так но самый конечно сок это когда они воробью ходят это были конечно да воробей он более подвижный мелкий поэтому блин его поймать там это да это что-то чем вот так что вот такие дела поэтому много катиши было съедено пока я сидел там но не мой а у нас сидел один кореец он из катиша сделал этот как его жарко и работал заловил голубя зашив его там расчекрыжу разожаривали таком угодно больно все там с бабами короче хорошо поем народ разный конечно вот причем он записять девячик какой-то там депутат если там денег вы хоть жопы жуй но блин голубей ничего нормально что поделать вот каждый по-своему желает птица тоже мясо а птица тоже мясо знаешь как бы у меня на обряде получается были есть турники брусья и я там вешал этот клип ну блять нашу положеникову этот еще один что короче повесил вот и там такой провод идет и на нем вот эти вот сидят короче но я думаю блин вот они вот они хвосты поднимаются и весишь такой камешками сгоняешь потому что блин несколько раз попадал я на эту тему такой а там только единственное место это нормально повесить можно к счастью да такое счастье впереди года полтора сидеть такой ты понимаешь что вообще звонком конкретно такое ну как бы ну такое себе счастье конечно было будет сейчас нет знаешь как деньги вот так что так блин классно спасибо вам всем чтобы приехали бы очень круто и хорошо что мы все успели сюда переехать я надеюсь там никого нету пока меня сюда везли я вообще не я думал что я там где-то на велике катался я вообще ни хрена там по воде катался перетях просто расмоложена эта металка я видел дома вот эти дома я не видел наверное я видел жатой сейчас колония где-то вот там вот я дать километр через три до километра может даже момента бы даже на память дороге километра полтора может даже может даже километр это поле будет такое сгоревший склад у нас вокруг склады горели очень не понимаю по всей стране что такой звезет происходит да эти более да так ну как бы скажут нет потому что у нас вроде все хорошо у нас как обычно формат ответы на вопросы поэтому давайте у меня просто поток мыслей давайте вопросы ответы немножко потусим . поедет есть по собой понимаешь в чем дело я тоже так громко называю купаться я сейчас зайду в это него такой вот я я последний пряжу нас апреля уже горячей воды богу нету потому что котел о котел металки дать в общем воды нету бойлер и не бойлер и так далее это отдельная стора я могу с холодной поэтому типа как привык холодной воде но все-таки него и такой сильный ток я буду видимо решать как последнюю вот юная дева давайте вопросы вопрос такой немножко нехороший судимостей теперь восемь лет будете ели туда судим если тебе будет 8 лет отливать 8 лет сильно ограничивать я меньше часа наверное сколько час на свободе я вообще без понятия пока не заметил знаешь когда ко мне пришли из службы контрразведывательных операций я увидел то что вы обычно видел фильмах этому что надо это были на позиционе работа там ты переплевывать нет я когда увидел вот эти вот ребятки это разочаровалась но там отдельно я потом не поведаю блин они поступали на такие интересные ребята они мне говорят типа но ты же выйдешь ты же никому не нужен будешь его смысла не нужен тебя забудут серию как забыли так и вспомнил максимально да я слушал по бизнесовым интересам этого максимально аккуратен вот и не какие-то истории они будут почем если будут вообще вот и вот они мне просто сказали следующее вот это как вы знаешь такое ничего особенно чтобы я никому не буду нужен у меня будет судимость им я не не возьмут на работу и все я готовлю я как вы это будем не принципе как в этом плане по барабан судимость но я не знаю она влияет ли на получение загранпаспорта или всего остального без понятия ну как бы пока она никак не ограничивать то есть официально устраиваться я опять же никуда не собираюсь и пешку сделать но как блоке сделано не вопрос все остальное но меняет в принципе сильно не каучит выходе границы не выйдет а почему не выйдет но я думаю что следимость там просто будет ну и судим не судим как я думаю проблем с этим не будет судим и все-таки выезжает если у меня нету надзора вот есть другая тема тебе ставят допустим за закатывает суд вроде условия содержания суд у тебя дает 8 лет надзора и тогда ты сидишь дома должен 10 вечера быть дома там ну и такого то есть много ограничений ты не можешь нормально передвигаться как правило это дают 130 чекам ну то есть насилие насильники и больше еще один вопрос в газете в пищу в семье пишут а тебе конечно разница я знаю чтобы я видел я смотрю по телеку про себя великолепные ребята просто я так понимаю у тебя максимум у меня гражданство в принципе дети как его получил я упущу я двойной гражданство россии украины что так очень коротенький вопрос а можешь раскрыть географию своих принудительных перемещений вообще география принудительных перемещений но в связи со всеми этими событиями вот с момента 5 августа двадцатого года доблестные значит ребятки меня соответственно арестовывать потом меня перемещают там куда-то я даже не знаю куда спешком на голове оттуда меня петровку 37 или какая она там 38 петровка 38 там я ночью и потом я везут тверской суд тот видит меня просто весь сидеет от ужаса говорит изолировать меня везут в лепортово где я прибываю до 19 июня 22 года после чего меня этапировать петербург через сизо 4 медведкова значит я три дня только эти 19 по 3 дня провожу в медведкова и потом а и 24 я прибываю стал и пинам в сизо 5 арсенальная тогда она еще была транзиткой вот для сейчас просто горел пройдет к соответственно в арсеналке я провожу это полторы недели 4 июля прибываю сюда в лагерь нахожусь до 26 сентября уезжая на кассацию в москву опять же через арсенальную 5 октября 22 года я встречаю в вагоне столыбине блин через стенку от меня сидит какая-то прекрасная дама которая грохнула сначала своего собутыльника своего мужа вот и отсидела там свою девятку а потом грохнула собутыльника своего сына я посела на девятку прекрасная женщина и она мне такое сердечко написала отлично едем вот потом значит 5 октября продолжается она была классно открывается вот это сизо 4 медведкова я такой думаю спасибо страна моя потому что там стоят такие ребята вот такие татухи все абсолютно черный такой центр аутом 30 мест 37 человек вот захожу я зачем я первую мысль оттуда блин уже это страшно было но как бы делать нечего сказать все иди вот я захожу там сразу куча каких-то вопросов вы с ними на разных языках на этого отдельная история вот я там значит до 9 ноября 9 ноября меня этапирует обратно все касаться прошла этапировать петербург я приезжаю уже в кресты в крестах сижу до 28 ноября и вот 28 ноября 22 я сидел здесь без голоса как-то так вот тебе география моих перемещений спасибо большое так вот едем дальше у кого чем все всем сказал так вот давайте понять что перед тобой гусс тайны список того что является гусс тайны сам является гусс тайны и дальше исходя от этого я не шучу вот едем дальше но нет понятно что по каким-то причин признакам можно по поводу докататься но не грань такая знаешь на самом деле очень разбитая просто смотришь как люди себя крово убивают просто блин такой-то больше нифига себе вообще конечно интересных персонажей посмотрел я видел я блин живя в маринбурге я думал что я видел алкашей я нифига их не видел у нас в маринбурге то еще оказывается там такие ребята там ничего просто сожженные наглухо он идет и все вот уходит год-два потухший абсолютно то есть так вот у него там сфинктеры не держат ничего не держит ему хорошо все он один дурачок заехал он по пьяни заминировал заминировались это телефонное именирование телефонный звонок свою бывшую я не знаю что у него там задама была но вот и заминировал свою бывшую значит так его соответственно дали условку за это и он заминировал отдел полиции условка у него сменилась реальным сроком но это просто феерические или сказочные я уж не знаю поэтому да такие ребята так ну слушай планы сейчас с электроникой разобраться надо все как бы там аккаунты не аккаунты ну блин все вот это вот разобраться как учетом сейчас как это понятно дело поменялись там туда-сюда я понимаю что она все интуитивно это все хорошо вот потом сгонять москву забрать часть электроники потом в минск сгонять там . не . ну и потом поедем куда не сгоняем пока еще как бы сильного снега есть а куда поюжнее вот а дальше видно будет где кадюк остался кадюк минске но он простоял благополучно всю зиму потому что блин там не отдавали документы потом хочу туда-сюда за кадюк забрали все там его обслужили привели в порядок да 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 все нормально так что пока на не буду ездить и мне еще предлагали его продать и такой думаю да не 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 блин хорошо не продал потому что сейчас я чувствую он подороже стал стоить тема еды тема еды естественно в колонии как я говорю уже немножко на чудо она такая довольно пространная потому что но даже журналисты стебутся вот он сейчас поедет и поедит государственной еды понимаешь что государственная еда это то еще та еще еда вот поэтому одну кошку у нас звали подлива второго кота у назвали котлета и еще одна кошка у нас который зовут каша я котиков кормил ты что я не со мной коты сегодня прощаться пришли на отряду чтобы ты понимала ну вот то есть я один из крестных отцов котов потому что чуть котик я сразу с ними хожу блин я я хотел с ним представь себе металлодетектор стоит сотрудник у него разнарядка там 153 бригада давайте поехали блогинин такой-то такой-то или я с которым не только торчит я такой с покерпейсом потому что кота надо на фонку обратно занесли он как выбежал или на жилку вот ну то есть жилка промка короче подсниму как-нибудь видосы и расскажу как это все устроено жилка промка вами понятно что ничего не понятно там очень много внутренних проверок очень много заборов там очень много всяких разных проверок между проверками после тех этих так скажем специальных мероприятий у тебя а по техникой ноутбук остался и не другу коне у меня никаких вообще это не телефон они ноуты ничего только фойтинг там вот за такое все футболе текамики остались да да они ни хорда ничего поэтому там чё там я успел забыкапить то успел забыкапить но вот сожалению по двадцатого года как раз у меня быкапился но не успел а их не возвращают а то что было до двадцатого года еще светочку у меня там что-то было от быкаплено я просто положил на это очень иногда положить горячего опыта вот прям вот выйдя только что что-то можно сказать своим соратникам другим людям совокупности пожеланий может быть еще что-то ну вот видимо тут уже правильно сказали на конечно за позором слезис и язык у меня конечно с этим так не особо получается но надо учиться потому что опять же новость я слушал блин ну все у нас так хорошо чтобы как-то не по себе наш становится вот так вы имеете такой опыт какой самый лучший анекдот всегда было еще память не но в целом то что вот я слушал скажем так своих соратников по несчастью блин и знаешь это на 78 плюс по моему блин там все вокруг знаешь как вы это назвать так деликатнее чтобы не вокруг кожаных гнезд вопрос конечно такой опасный но был ли беспредел какой-то то есть что жестко как-то обращались прям нет ну то есть кулак не гуляет но как сказать если ты дебил ты в жире как бы попадешь что в жире но то есть какие-то неприятные ситуации но блин в целом как бы если ты нормальный вменяемый человек все нормально то есть сотрудники то есть здесь я могу как бы просто процента сказать кулак от сотрудников не гуляют это не то что я там будет боюсь что-то сказать блин то есть переместимся вообще ничего будет короче нет нету такого нету что хочу сказать мы сейчас будем потихоньку закруглять встречу я не знаю на что блин если у кого-то есть желание я сейчас с ребятами своими друзьями близкими пообщаюсь потом мы поедем покупаемся ну пока не я хочу выкупаться не знаю если у вас интересно где смотреть на я не за упитанные не упитана чекаю как вот я пока кстати в хорошей форме научка все пасим битуху подкачал да ну нормально хорошо вы работали над этим вы спорт под запретом но мы над этим работали и вот здесь конечно я режим шатал простите да я не отринул тебя ни книг не спорта я захочешь будем рады спасибо большое спасибо за технику так ну что обнимашки спасибо ребята мне такие говорят все у тебя больше не будет времени читать игруши швам я буду уж как-нибудь на это время уделять языка были подписчики были и среди даже сотрудников были мои подписчики вообще в абсолютный порт я когда фиме досудила не она вам подключиться твоей но судья фиме да да там он или прокуроры да нет там такие ребята конечно очень знаешь как это погононосцы я их так называют чеботины который с каждого утюга несется блин для меня самое страшное вот это какое наказание было страшное у меня игра были до соседнего теги шансон долбаный блин и казани крови его я уходил а я такой думаю блин ну как эта песня там называется но у меня радио как раз это украли эти сотрудники и блин у меня у меня играл максимум и бизнес фм все вот и соответственно те кто сидели рядом такой блин блин я могу посидеть где захочу офигеть вот это нельзя садиться нельзя вставать нельзя ничего еще осталось только понять что фотографировать будет так все хотят сфоткаться никто не хочет фоткать вот конечно пожалуйста ну а да я тебя зову сфотканец пожалуйста просто вот такая общая фотография очень сложно со всеми сейчас попрощаться будет но все же отлично отлично слушай скажи мне пожалуйста когда по времени совсем критично станет сколько сейчас очень времени 146 1146 спасибо всем что пораньше отпустили у нас репрессивно запасно спасибо за видео спасибо будет еще так что все оставайся на канале в том году когда мы так давайте так это история чисто для нас и кто снимает видео не поэтому не пишем ничего себе шаду чисто временно как бы влезла что-то 2024 год я после освобождения все мы рассказывали почему я еще все давайте тогда что с кем прощаемся с кем не прощаемся перемещаемся на локацию купания купаться с ребятушки спасибо еще раз что все приехали ну соответственно окончательно не прощаюсь вот с кем до видео с тем не до видео так куда мне вот обещанное купание короче андрей придумал безумную историю если бы снег был бы я еще понимаю так и 30 сентября с таким сентябрем нормально все но просто я единственно что несколько лет я когда воду не окунался нормально это потому что такое стремительное но сейчас ничего сейчас я повеселю известный stalker верещал как маленькая девочка смотрите за фальцетом мш срывающийся голоса поехали погнали так чё мне комбайн это будет составлять а где фальцет погоди у меня еще до сосочков не дошло а вот там еще кто-то погоди у нас фальстар там еще ребята просто скипать пойдем выйдем на секунду я уже забыл вас короче затея идиотская я буду материться нормально нормально так чё все готов да забей ух бубенцы вот даже как Девочки, это теплый, все! Прикол! Я два года в этой черной колонии загорал, как мог. Не совсем белые, как вроде. Это грубое нарушение формы одежды. Отоехал шизняк за то, что сидел в футболке в швейном цехе. А два года загара вообще никак не сказались. Вот так у нас это работает. Спасибо большое. Ну, скупаним. Да, спасибо. Слушай, я думал, будет хуже, но чувствуется, когда только. О, парни, там вообще-то было все нормально. Да нет, скажи, скажи, выйди, выйди, скажи. Да ладно, ладно. Аккуратно. Дрюк, давай свой фирменный лап. Возьми. О, вот сейчас какая. ТОТАЛЬНЫЙ МОР! В эту сторону давайте. ТОТАЛЬНЫЙ МОР! ТЕВА, А, да. Что надо, я думаю, что если каждый день так походить, будет. ТОТАЛЬНЫЙ МОР! ТОТАЛЬНЫЙ МОР! ГРУСТНЫЙ МИНЫ такие стоят, ребят. Ну что на ума заболит? Ну что вы? ТОТАЛЬНЫЙ МОР! ТУК! ТОТАЛЬНЫЙ МОР! Да нет, мне хватит, давай, спасибо. ТОТАЛЬНЫЙ МОР! И если пенёк, то я с не вы. И вид хороший. И вид хороший. А можно быстро фотографировать на фоне этого? Давай. Они меня в камеру ДПЖ запихнули. А потом уже перевели другую. Я где-то через полгода увидел первое дерево. Я такой, ммм, вау. И такой я был прям в шоке. Я очень гулял, я очень по зелени, я очень сильно скучал. Зеленый цвет – это тот, которого максимально не хватает в колониях. Если, ну, может, кто-то из вас состоит в каких-то группах помощи, или там, политзекам, или еще кто-то. Ну, кто-то пишет, в общем, тем, кто там сидит просто, вот. Просто потому что надо сидеть нынче. Высылайте им фотографии, у которых есть зеленый цвет. Потому что там серый, бежевый, вот эти всякие такие вот относительно типа нейтральные цвета, от которых, честно говоря, через некоторое время вот так вот хочется делать. Вот. А зелени там дико не хватает. Я когда приехал уже в эту металку, там, по крайней мере, травка, там, какие-то деревья, там все хорошо. Блин, котики ходят. Вот. И прям вообще даже попроще стало. Конечно, ну, все равно не свободно, но уже как-то, блин, повеселее. А у меня же до этого были мысли там еще попроще, там, Лефортова на какой-то отряде каком-то доехать, блин. Я же не понимал, как это все. Ну, вот. Хорошо, что не осталось. Потому что так вот. Поэтому кайфуйте вот этих красочек. Понятно, что мы, наверное, как обычно, да, там, вот я сейчас философствую, тут рассуждаю, говорю о банальностях. Вам это все ехало-болело, вы это все каждый день видите, вы внимания не обращаете. Но, блин, что-то в этом есть. К тому же здесь реально классный вид. Высокий берег, широкая река. У нас все-таки не так много мест. Обычно у нас это болото, ива какая-то, это массина вот эта была. Вот. А здесь вам очень такое живое. Классно, что мы сюда приехали. Потому что мое любимое место, где я любил купаться и тренялся там на Альпухе, на всем. Она сейчас вот в недрах вот этого каменного массива. Я вообще не представляю, как там Шестебургское шоссе проживает. Оно там, каком стоит, да? Ну, там кто едет? То есть его не расширили, да? Нет, нет, нет. Где полосы? О, чудесно! Как и хорошо! Блин, как же ты все через пенька вот это, йо-ня. Так, ну что? В общем, время тогда закругляться. Мы сейчас поедем уже там со своими друзьями. Немножечко покушаем. И потом уже до мамы и поедем в Москву. В любом случае, блин, мы уже как бы прощаемся с родством. Потому что прощаемся, блин, только сейчас до меня дошло. Какая у тебя там пушка такая, блин. Вообще, а то, что надо. Сколько миллиметров? 600. Ты мне там сетчатку рассматриваешь? То есть так, давай, ребята. Каждая, это все-таки круто. Такой потерянный несколько бодер. Я понимаю, что сейчас там посадок много. И там много, ну, как бы народ освобождается. Я уже так и не первый, там, из-за минус известных, кто освобождался. Но, наверное, надо собирать уже такой, знаешь, этот массив данных. Такие вот эти люди. О, ничего. У тебя такой большой. Я уже телефонов запутался. Я сейчас выйду, я так понимаю, китайские автомобили, да? Там телефоны, понятно, там все вот это. То есть made in China, да? Раши made by China, понятно. Добро пожаловать. Ну, что поделать? Ну, хотя бы вода наша, но пока еще наша. Ну, вот помните, как этот, там, вы на Байкале-то и воде-китайцы тоже хотели забрать. Ладно. Обсудим все. В общем, в чем? Давайте тогда, блин, не знаю, там, поручкуемся, пообнимаемся. Все, вы со всеми сфотографировались, да? Вот. Спасибо, все. Ну, вот, тогда, если, если можно, еще кадрик сфотографировать. Просто там, чтобы ребят сильно нету. Не грузить, давай поменяем, потому что, видишь, там вот солнце, оно обычно негативное. Нет, нет, вот просто поменяем, да, вот это вот. А то потом хрен найдешь эти фотки. Фотография гора, а хрен найдет. Спасибо. Извиняюсь, да. А, 17-го. Спасибо. Ну, вот, попрощаемся. Вот, вот, вот. Что будет дальше? Покажет только время. В ближайшее время МШ планирует провести стрим. Наверняка он там сам расскажет о своих дальнейших конкретных планах. Как бы то ни было, МШ теперь с нами. И, надеюсь, нас ждет много новых, увлекательных роликов его авторства. С освобождением и успехов тебе, МШ.